Спасибо, что зашли. Всем приятного просмотра. Всем мурмя, у меня зовут Мир, мой ник Мобо Филка. И сегодня мы посмотрим рейтинговую игру в Overwatch. Эта тема была добавлена совсем недавно. И что это такое? Это режим для тех, кто хочет помериться пиписьками. В смысле для тех, кто любит более серьезные соревнования с другими игроками. В общем-то, доступен он с 25 уровня. И вначале вам нужно будет отыграть 10 матчей, чтобы система определила ваш уровень игры. Ну что ж, и мы, в общем-то, будем сейчас смотреть, насколько хорош наш уровень игры. Тут, конечно же, многое зависит не только от нас, но и от нашей команды. Но я надеюсь, что данная команда меня не подведет и покажет хороший уровень мастерства. Враги уже заходят на точку. Мы, конечно же, пытаемся их просадить, не дать Райнхарту заползти, занести свою тустую попку на эту точку. Даже кого-то убиваем, но нас сносит женец. К сожалению, подкрадывается сзади и безжалостным образом сносит. А наши, походу, конкретно так раскладываются. Ну, я надеюсь, что... О, капкан сработал. Ну что, кого-нибудь вы убьете? Капкан тоже сработал. Нет. Наших, походу, на точке нету. И их очень-очень быстро разложили. У-у-у-у-у-у-у-у! Тут у нас сковбои летают, дождь из сковбоев. Ну вы посмотрите, зачем они идут по одному? Вы посмотрите, они по одному идут на точку и просто тупо помирают. Ребятушки, давайте как-нибудь соберемся. Ну что же вы творите? Ну это же... На-а-а! Я надеялась, что мне помогут, потому что рядом со мной был мой тиммейт, но мой тиммейт прощелкал клювом и в итоге меня убили. Ну, по крайней мере, я тоже снесла жнеца. Я ему отомстила за собственную смерть. Но это сейчас мне совсем не нравится в данной ситуации, потому что все получается крайне неудачно. Ну что ж, отлично, Мэй, что ты натворила? Мэй, как я теперь должна убивать врагов, если ты им тупо здесь поставила стенку? О, да. Крайне умная толстушка. Ну смотрите, и наши просто сразу полегли. Да. Они собрались, вроде как собрались, но при этом все равно сразу же полегли. Я пытаюсь колесо включить, но да. Тут врубили басы, и в итоге, конечно же, я не успеваю никого разложить, потому что под басами у врагов увеличилась защита, увеличилось хп. Конечно, вот видите, вражеская команда хорошо отыгрывает. То есть и басы вовремя включаются, а я вот от своего луся еще ни разу басов никаких не видела. Ну что ж, пытаемся пойти в лоб. Мы его как очень вовремя, мы кинули для него бомбу, он еще как в капкаву умудрился попасть. Ну давай, убери, тебе чуть-чуть хпшечки-то осталось. А-а-а, обидно. Вот если бы сзади кто-нибудь из наших был, они бы его добили в спину. Но нет, там никого не было, они тупо идут все с одной стороны. Господи, ребята, когда надо они... О-о-о, так, тут умри-умри, но мы успели. Успели отхилиться и в итоге успели еще и проиграть. К сожалению, моя команда полнейшие днища и полнейшие раки. Вот у нас первый раунд, счет 0-1. И мы проиграли. Да, с такой командой я кашу не сварю. Что же делать? Что же делать? Я не знаю, делать свою работу и надеяться, что команда образуется. И у них резко появится скилл в каком-нибудь месте. Хоть в каком-нибудь месте. Давайте пока немножечко вам расскажу информацию про рейтинговые сезоны. В течение года будет проведено 4 рейтинговых сезона. Каждый сезон длится 6 недель, после чего идет 2 недели перерыва. То есть видите, все серьезно. В конце сезона все участники получат дополнительные победные очки. Кроме того, будет составлен рейтинг 500 лучших игроков Overwatch региона. Ну да, нам с такой командой, конечно, не суждено попасть в эти 500. О-о-о-о, да. Ну мы пытаемся, надеемся, видите, скрываемся за колоннами и надеемся под защитой колонн. Хоть кого-нибудь продавить. Наши вроде заходят на точку, но... О-о-о, пытаемся спасти солдата, но не успеваем. К сожалению, свин его добивают. У них, видите, сколько здесь всяких... Очень много всяких танков. Тут у них и свины, и Рейнхарды, и, конечно же, меня сносят. Наша команда снова полегла. Хотя у нас вроде тоже немало танков. У нас тут и макака, и заря. И что вы творите, ребята? О, капкан сработал, но убьете вы кого-нибудь, нет? Даже под капканом никого не умудряются убивать. И я, походу, в топе подамагу. И по убийствам. Да-а-а. Они конкретно так засели на точку нашей... Так, заря сообщает, что готова у нее ульта. Мы говорим ей, что мы поняли это дело. Ну давай, у нас тоже ульта готова. Давай, ультуй. Я сейчас свою ульту включу. Ну давай. А-а-а, начинаем ультовать. Нам должна повезти. У-у-у-у. Луси успевает, конечно, прожать свою тоже ульту, но, смотрите, у нас 4 фрага. Ой, умри, умри. На одном хп просто. На 7 хп отходим. Но 4-х врагов мы все-таки умудряемся снести. Это, видите, это, по-моему, будет лучший момент матча. Я уверена. Это было слишком хорошо. Но видите, как мы хорошо скооперировали с Зарей. То есть, даже если вы не играете по скайпу, можете вот такими вот игровыми способами общаться и комбинировать ультухи. Это всегда полезно. У нас тем временем ультует солдат. Ну ладно. Он наш Лусю тоже ультанул, так что, я думаю, мы с солдатом справимся. Да, справились. Ну что ж, пока вроде стоим на точке даже. Неожиданно. Неожиданно стоим на точке. Но пытаемся защитить, и они, конечно, очень активно на нас нападают. Сзади где-то крест... О, а это-то как прокрорился. Ух, да. Ну и я получила покачину. Да, вот это он очень хорошо ультанул. Смотрите-ка, они заняли снова точку. На 43%, на 44%, на 45% нам удалось захватить точку, но походу они сейчас ее отхватят. Да, теперь точка их, и к сожалению... Я так подозреваю, что второй раунд мы тоже продуем, да? А может и нет. Моя суперспособность заряжается. Суперспособность у Зари снова заряжается. Ну, посмотрим, получится ли у нас снова скооперироваться и вместе ультанусь. Я пока туда не хочу идти на точку. Я буду вот так вот под защитой закидывать свои шарики. Надеяться, что куда-нибудь они попадут. Потому что в одиночку крысу тут делать нечего. Вот, может быть, под защитой свина что-то у нас получится. Ага, суперспособность у Зари почти готова. Давай, ультуй! Я тоже ультую! А, у них снова басы. И в этот раз, к сожалению, не получилось. Они успели. Они поняли свою ошибку в прошлый раз. Они учатся на ошибках. Они хорошая команда. И видите, просто уничтожили колесо мое. Оно не успело доехать. Но опять никого из наших нету. Заходим на точку просто, тупо умираем. Я думаю, что смогу хоть немножечко продержаться тут на точке и дать свое время своей команде. Но нет. Моя команда не успела добраться до точки, к сожалению. Счет у нас 2-0. Это грустно. Да. Моя команда ракует со страшной силой. Видите, мы в топе находимся. Я возьму своего любимого тогда, наверное, жнеца. Может быть, им хорошо отыграю. И помогу своей команде больше. Больше пользы принесу. Так. Хватит брать моего жнеца. Я первая взяла этого жнеца. Эй. Четыре, три. Вот, молодец. Поменялся на солдата. Так и надо. Жнец мой. Моя прелесть. Красивый скин у Райнхарта. Белый-золотой. Мне нравится. Но я мало играю танком, поэтому мне такой не нужен. Пытаемся снова что-то сделать красивое. Но вот жнецу нужно играть аккуратнее. Нужно заходить за спину и как-то так вот тыпешиться. И со спины всех выносить. Например, вот так вот. Крысик. Ты сейчас у нас сляжешь. Ну сляжешь. Ну ой, сейчас наставит. Бомбочку наставил. Мы туда не идем. Объект такси сзади у нас тут солдат нас пытается продамажить. Мы пытаемся отойти от этого дамага. И аккуратненько кого-нибудь еще снести. О, выносим жнеца. Но, к сожалению, их тут много. Они меня сейчас, да. Да. Они меня сейчас убивают. Я так надела, что кого-нибудь... А, нет, еще не убили. Я выжила. Надо же. Мои успели подбежать. Давайте попробуем с другой стороны. Ой, Райнхард. Все. Это ДГ. Наши слишком быстро. Как они умудрились так быстро слечь? Господи, ребят, вас там было трое. Трое против троих. Где вы? Что с вами не так? Да, ну вы видите, да, кто сейчас в топе? Видели только что. У меня у одной золото, золото, золото. Ну вот, вот, вот так вот. Вот так вот играет моя команда. Вот с такими людьми мне приходится играть. Ой, снова пытаемся зайти аккуратненько. Их продамажить. Она нам в очередной раз попадается. Крыс. Да, я не успела отбежать. Крюк, он еще на время станет. Крюк, красавчика. Фу, красавчика. Крюк, свина. Поэтому скиллы мои не работали какое-то время. Я у меня за это время успел убить. Вообще странно, как они за столько времени не научились играть. Как? Блин, почему так плохо играют они? Господи. Почему настолько все плохо? То есть они вообще ничего не могут сделать. Они ни разу не смогли захватить у чертову точку. Я пытаюсь ультовать. Одного убила и меня снесли сразу же. Да, они успели как-то отойти, откатиться. Это было, конечно, печально. Меня, точнее, успели откатить. В чате тут ругаются люди. Звездочками тут вырвать, все запикивает. Я покажу, как надо. Ну да, да, тут все друг на дружку ругаются. Но я тоже на них ругаюсь. Потому что сраные раки и нобы. Да нища, блин. Хватит нубить. Давайте уже тащите. Пытаемся вынести жнеца. Он пытается от нас спрятаться. Но нет! Ему одно хп оставалось. Я бы его могла добить, и он бы не утонул. Но это было печально, конечно. Он на меня одну потратил ульту. И все. Это ГГ, ребятушки. Самая днищенская команда, которая мне когда-либо встречалась. Это знаете, как обидно проигрывать в рейтинге. Ладно, обычная игра, но в рейтинге. О, и я еще лучший момент матча. Ну, вы это видели, да? Это, видимо, когда мы скомбинировали с Зарей. Угу. Ну, это было красиво, да. Четыре человека. Даже басы не помогли. Четыре человека разложились. Красиво. Смотрите-ка. Я всех на соточку снесла. На сто процентов. И видите, три вражеских героя, и я одна среди них. То есть, видите, кто тащил 31% урона от всей команды. Это 31%. И у меня три золота. Три сраных золота. Видите, кто тащил всю игру. Кто был вообще королем среди своей команды. Да. Вот. Вот с такими людьми приходится играть. И мой первый рейтинговый матч, к сожалению, проигран. После трех проигрышных матчей я все еще не унываю и все еще пытаюсь записать выигрышную каточку в рейтинге. Надеюсь, хоть на этот раз у меня все получится. Видите, я к себе в пати позвала одного из дружбанов, одного из зрителей, геймера Икса. Ну вот, надеюсь, что вдвоем мы с ним как-нибудь, как-нибудь затащим. Итак, у нас Гибралтар, атака. Честно говоря, эта карта мне не слишком нравится именно в атаке. Потому что в обороне, на мой взгляд, тут будет капельку попроще, но... Но это хотя бы не Храм Анубис. Вот в Храме Анубиса атака, вообще, по-моему, самая сложная. В общем, будем пытаться, ребятушки. Я взяла своего любимого мужчину, жнеца. И буду тащить. На, вижу, там уже лучник заныкался. Будет караулить, а мы его обманем. Сделаем такой маневр, якобы мы вообще не собирались с этой стороны выходить. И он такой, ааа, тут никого нету, я пойду к другому выходу. А мы туда вернемся, таки, и потом... Ааа, а вот и мы. Ну что ж, ты ушел, милый? Милый лучник, ты ушел или нет? Я сейчас... Так, геймер икс в ухо убегает, там, наверное, колочник, значит, все еще сидит. Да, сидит, хитрый. Но ничего, я видела, куда он спрятался. Ой, а это что? Это не лучник, это... Это симеатра наставила тут. Свой сюрприз заставила. Ой, женец, да. Ну, тут их вдвоем, и как-то мне будет сложновато затащить. Хотя, вроде как, что-то получилось. Кого-то убили. Значит, нам нужно очень сильно опасаться... Ой, еще есть вдова. Что же тут творится? Очень сильно опасаться нужно симметры, турели к симметре, потому что они могут поджидать тебя везде. Да, еще тебя везде может поджидать. Вдовушка, наша любимая. Некогда же опасненькая. А теперь совершенно плоская вдовушка. Ну что, не отчимаемся, господа. Матч только начался. У нас еще есть все шансы на победу. Да что ж такое-то, господи! Как же это меня достало! Ну ладно, они нас не сильно покоцали, но, конечно, да, идея любопытная. У них еще есть телепорт. Когда он успел на телепорт набить? Ну, хотя, своими турельками. О-о-о, фарочка, дорогушечка. Фарочки уже нету, она теперь не будет летать тут. И нам мешаться. Телепорт. Где же у них может быть телепорт? Давайте подумаем. Опять эта чертова вдова. Я не знаю, что делать с этой вдовой. Ой, у них еще и буддист. Вот буддист, он сам по себе хилый, совершенно хилый пацан, но дамажит адски. Просто адски дамажит. Если ему еще хп добавить, то с таким дамагом он будет крайне дисбалансным. Дисбалансным персонажем. Ой, вот она, симметра. Сейчас я тебя попытаюсь оттуда. Да что же такое? О-о-о, да. Мирочка не в тот район зашла. Мирочке совсем плохо. Симметры шутки плохи, ибо симметра, она, знаете, хитрая тварь. Она заманивает к себе в логово, где у нее куча турелей и, в общем-то, уже там убивает всех. Надо не попадаться на ее уловки, не обращать внимания на ее неземную красоту, которая прямо притягивает и манит к себе, а идти обходными путями. Давайте как-нибудь назад к ним тпшимся, а может быть и не тпшимся. Так, не очень удачная идея, наверное. Нужно как-то... Надо тпшнуться так, чтобы они не поняли, не заметили, что я уже здесь сзади нахожу. Так, буддист, ну-ка буддист хилый. О-о-о, крысик мой любимый. Главное, главное при убивании крысы не умереть на его бомбочек, как после смерти. Это со мной очень часто случалось, поэтому я теперь боязливая стала. Учись на собственных ошибках. Ну что, наши вроде как неплохо. О, вдовушка. Черт, перезарядка не вовремя. Надо всегда перезаряжаться после каждой атаки. Довушка. Посмотрите-ка, наставила еще. Не успела я, конечно, ее бомбочку разбомбить, но с вдовой мы справились. Буддист снова. Надо бы как-нибудь, наверное, с этим буддистом расправиться. Ну, наши, смотрите-ка, ребятки очень неплохо идут. Здесь еще мы с ворота не открылись. Лучше назад не идти. Я пока не слишком хорошо отыгрываю. Я как-то аккуратничаю. Ну, видите, после стольких проигрышей я просто уже на победу не надеюсь и пытаюсь просто выжить. Но наши молодцы. Наши очень хорошо ведут вагонетку. Я прямо довольна нынешней командой, а с собой не очень довольна. Давай уже, Мирка! Ой, вдовушка опять нам взад что-то пихает. Тут еще и крысик. Ух, тут у них весело, конечно, да? Слетись со сферой, пошел от Буддиста. Его ультушечка. Угу, Фарочка, иди сюда, милая. С Фарочками наверняка должны расправиться. Не улетишь, моя кроха. Опять вдовушка тут свою бомбочку оставила, но мы вовремя успели полечиться. У нас есть ульта. Куда мы будем тратить ульту? Крысик опять там. Вот с крысиком лучше в замкнутых пространствах не связываться, потому что он любит ставить капканы, бомбы и прочие радости. Нужно как-то аккуратненько к ним подходить. Так, Фарочка сзади, но с крысиком мы успели справиться. Бомбочки, осторожнее. Фарочка. Теперь нужно от Фарочки как-то убегать. Ребята, полечите меня. Ух, ты турелька. Неожиданно, но хитро. Возле... Эх, не успела тпшиться. Фара нас опять своими... Своими ракетами достала. Ну, давайте будем пробовать... Расправить кто это. Мы не стрелуц, а тут у них еще и Ханза. Точно Ханза. Смотрите-ка, и дракон полетел от Ханза. А, ты вот, ты где? Ну, иди сюда. Не-е-е, ты не выживешь. Ой, нет, это я не выживу. Ух, ты резюрек. Ты резюрек не про неплохо, совсем неплохо. Мне понравилось. Так, фара минус. Сегодня фаре от меня очень сильно досталось. Я ему просто житья не даю, бедненькой. Ой, мы встанем врага. Давайте-ка в первую очередь танка разложим, потому что он будет нам... Точнее нашей команде сильно мешать. Ну, а остальных уже наши разложили. Вот тут у нас симметра бегает. Так, сейчас он опять заманит меня. Нет, урелик тут нету. Урелик не наставил, и поэтому, видите, симметра... Бестурелик довольно изи фраг. А вот буддист сложнее. Если бы он мне попал в голову, то я бы отъехала. Но я успела раньше него. Поэтому мы выжили, а он нет. Крысик сейчас тоже полетит. Ух, красота. Мы теперь даже и ударим. У-у-у, а вот это было неожиданно. Танчик просто откуда-то неожиданно выехал. Как он там оказался, непонятно. Мимо всех наших прошел. Но мы вот пытаемся обходными путями здесь бегать, прыгать и пытаться заходить за спину нашим врагам. Надеюсь, у нас это получится. Ульту мы до сих пор не потратили. Ничего, Мирка. Определись уже, куда ты хочешь поехать. Ой-ой-ой-ой. Там у них, по-моему... По-моему, уже кто-то стоит, караулит меня, да? Угу. Слейтесь со сферой пошло. Ну, наши уже почти довезли. Вы представляете, насколько хорошо сейчас наши играют, что они уже почти довезли всех. Ох ты, турельку. Ну, это было ожидаемо, что турельку поставят, и я, конечно, дам. Не успела. Не успела правильно завязать свою льту и очень фейлово сыграла в данном варианте. Но ничего, я надеюсь реабилитироваться в будущем. Я не унываю. Надо разыграться, ребятушки. Понимаете, после трех проигрышей у тебя просто настроение в минусе, ты уже отчаявшийся человек. И отчаявшийся человек, он не несет победу в своей команде. Он только несет проигрыш. Ох, та-ту-ту-ту. Это у нас ульта от Бастиона пошла. Лучше на нее не попадаться, потому что мы довольно хилые персонажи, несмотря на то, 250 хп. Один удар, и нас уже нет. Давайте пытаться сзади заходить. Вот, надо разложить Бастиона. Бастиона нету. И хп нашего тоже нету, но мы успели по дороге немножечко отрегениться. Главное, Бастиона разложили. Бастион очень сильно мешающий персонаж, когда вот такая идет защита точки очень серьезная. Конечно же, Бастионы представляют из себя сильную угрозу. О, Танчик. Вместе с Танчиком, я думаю, мы хорошо пройдем. Он нас будет защищать. А мы разложим. Разложим! Пожалуйста! Нет, не разложили, к сожалению, Ангела. К сожалению, нет. Танчик почему-то меня не защищал. Он там стоял и ждал, видимо, когда я буду всех отвлекать. И под это дело аккуратненько прокрался на точку. Хитрый! Зато у нас уже ульта накопилась очередная. Надеюсь, в этот раз мы ее потратим с умом. Герои, восстаньте! Нас тут Ангел пытается нас собрать, но... Но меня убивают. Я не успела собраться вместе с Ангелом, к сожалению. О, наших врагов снова взлетись со сферой от буддиста. Ну что ж. В общем-то мы почти довели. Нам совсем чуть-чуть не хватает, чтобы довести до конца. Но время тоже заканчивается, и это грустно. Пытаемся опять пролезть как-то... Как-то пролезть, только смысл там никак не пролезть. Нужна какая-то дырочка аккуратненько. Здесь дырочки нету. О, все плохо. Никаких... Так, кто-то сверху там уже отстреливается. По-моему, это солдат. Надо бы как-нибудь к солдату прокрасться. Вот он, солдат. Но он успел отрегениться, а мы нет. Но зато Хара вроде как выгнала его. Снова там есть бастион. Солдат возвращается. У нас малый ХП. Со всех сторон бьют. Но! Но! Нет. Солдат, к сожалению, мы не успели. Нам чуть-чуть не хватило, чтобы его добить. Совсем чуть-чуть не хватило. И это, конечно, грустно. Вот удобно. Гальзи, они видите, проползают со всех сторон. Куда хотят, туда и могут проползти. А вот у нас хоть и есть телепорт, но он не всюду нас пропускает. Ага, у них уже... Они так обнагрели, что ту рыльку даже тут поставили. Прям вот совсем рядышком. Ой, слейте со сферой пошло. Это плохо. У нас есть ульта, которую мы не будем... Нет. Мы будем тратить и потратили ее всего лишь на одного солдата. Грустно. Конечно. Я думала здесь больше. Тут их было больше, но наши всех разложили. И в итоге получилось так, что... Да. Ульта у меня пошла в молоко, а зато там пошла ульта... Ой. Ульта... Бастиона. Еще и, по-моему, ульта солдата. Все плохо. Все плохо. Нет. Зато мы успели бастиона разложить, но сейчас у нас солдат... Нет. Мы спрятались за щитом. И опять тут... Еще очередной тут у них тут два, что ли, бастиона оказалось. Как так, ребятушки? Ах. Ах, жизнь моя жестянка. Да, бастион подкрался сзади и все-таки нас изничтожил. Но мы так неплохо посражались на точке. Давайте пытаться что-то сотворить еще в данной ситуации. Уже 50% ульты на первый раунд завершил. Время закончилось, к сожалению. Посмотрим, как хорошо мы отыграем в следующем раунде. 3-0. Смена сторон. 3-0 это означает, что, видите, мы... Приготовьтесь к обороне. До трех точек довели. А, кстати, вернее время закончилось. Мы, наверное, довели это. Вот. Мы до трех точек довели, поэтому нам дали три очка. То есть, если эти ребятки так же не захватят все три точки, то, возможно, мы выиграем. У нас есть шансы, наконец-то. Ну, берем нашего любимого жнеца, как обычно. Не продолжаем отыгрывать им. Возможно, у нас получится что-то хорошее. Геймер Икс напишет сейчас затащим. Затащим, конечно же, затащим. В четвертый раз нам точно должно повезти. Что ж, у нас оборона. Оборона это довольно неплохая ситуация. Давайте попробуем заныкаться где-нибудь и неожиданно свалиться на голову врагам. Я думаю, это всегда удачная тактика. Ну, почти. Странно, конечно, в странном месте ставят турель. То есть, основной проход он не будет защищать свою турелью. Он только боковой проход, эту турель, видит. И туда там впереди еще небольшой проем. Но главную дверь эта турель не захватывает. И в итоге у нас дамага будет меньше. Не знаю, насколько это удачная идея. Хотя турберну виднее, зато его тоже будет сложнее слить. Его турельку. Посмотрим, насколько это эффективная позиция. Возможно, в будущем тоже там будем ставить турели. Что ж, с этой стороны никто из них решил не пойти. Да, они все по закону подлости решили пойти. О, снова моя любимая фарочка, которая отлетела. Красота такая. Боже мой, наверное, фармия ненавидят в этом матче. И обидно ее всегда раскладываю. Опять пытаемся за спины зайти. Ну, у них там вдова. Пытаемся прибежать к вдовушке. Но вдовушка нас замечает и скрывается. Снова фара. Один раз мы ее прокосали. Вдова опять. Ай-яй-яй. Слишком много дамага. И мы сейчас сдохнем, да. Райнхард нас успевает своей куалдой по башке стукнуть. Что ж, вдовушка уже перебралась на новую позицию. Возможно, у нас здесь получится ее лучшее выцепить. Наша задача сейчас что? Хилые, вдовы всякие. То есть всякие динамичные персонажи, которых нужно в первую очередь разламывать. Например, Женец, это тоже наша задача. Ножница пытается от нас убежать. Хитрую бомбочку мы, вдовы, изничтожили. Хотя бы ее Женецу от нас удается сбежать. К сожалению. Под своим крутым скиллом. Наши пытаются дракона пустить. И уже пустили. И даже кого-то убили дракончиком. Это неплохо. Молодцы. Ну а мы снова заходим за спину. Да, там никого нету. Тогда возвращаемся назад телепортом. И мы пытаемся снова подкараулить кого-нибудь аккуратненько. Наши, походу, загнали этих ребят на точку. Ну ты какие мы дерзкие, да? Ой, молот пошел. Это все плохо, да? Это все плохо. Он на меня одну потратил целую ульту. Это, конечно, странно. Приятно, наверное, что зато нашим парням будет полегче без ульты. Рейнхарта. Так что, в общем-то, что-то положительное мы сделали в данной ситуации. Меняю позицию. Ага, вот она, моя любимая фарочка снова бежит. Эм, фарочка. Где ты, милая моя? Фаруя! Нет, нам здесь ее не достать. Нужно сменить позицию. Возможно, здесь где-то будет вдова. Да, вот она, вдова. Вдовы уже нету. Мы молодцы. Ой, наши разложили. Там чуть-чуть осталось хпшечки. Макаки и макака отъехал. У них тут два танка, оказывается. Макака и Рейнхарт. Мы пытаемся поражать Рейнхарта, но пока не слишком удачный. Там еще и буддист утонул. Ой, опять, опять вдова. Да что ж такое, вдова? Давай как-нибудь поделим территорию. Это будет мой верх, а там твой верх. Ой, хп очень мало. И нас вдова сейчас выцепит тут. Да, у нас тут совсем все плохо. Они нас просто со всех сторон обложили. И, к сожалению, некуда нам было податься. Но наши держатся, конечно. Конечно, стараются, но видите, эти тоже неплохо ведут в ганетку. Что ж. У нас уже накопилось ульта. Возможно, с ультой у нас получится что-то дельное. Ох, вдова ультанула. Кстати, да, в новом обновлении. Сделали так, что теперь, когда вдова ультует, слышит это даже противники. Не только друзья. Ой, макака подкрылась неожиданно. Как она здесь оказалась вообще? Ай, меня зажали. Там еще и снайпер. Печально так, все. О, зато щитик подхватили неожиданно так. Щиток. Захапали. Давайте снова пробовать наверх залезать и вдовушку сносить. Иди сюда, сладкая. Нету вдовушки. И тут еще фара. Фара нам пришла мстить. Нам лучше скрыться от фары, потому что все плохо. ХП мало. И я знаю, здесь есть... Да. Здесь есть хилочка, хилочку. Забрали. Снова фара летает. Фары. Я тебя должна добить. Ой-ой-ой. Тут вообще какой замес идет сейчас. Ой, экшон, так экшон. Такой макака сзади меня пытается. Ой, еще и жрец ультует. Макака сдохла. Отлично, макака отъехала. Наши ультуют. Тут еще и танк. Танк ушел. Ай, рипер меня сзади в жопу кусает. Вообще жизнь какая-то происходит. Такая каша мала. Вот за что я люблю овервотчить. За такую кашу малу. Все друг друга дамажат. Происходит вообще экшон экшоном. Ага, тут снова фара скрылась. Ну что, фара, пойдешь ко мне? Нет, фара явно не хочет ко мне идти. А тут у нас есть танк. С которого нам тоже не мешало бы продамажить. Но сзади, к сожалению... Так, снова. Ой-ой-ой, вот это неплохо, конечно. ТП шнулась прямо ему в рожу. Да, он очень мне легко разложил изи-фраг. С того света. Ну что ж. Дороги медленно, наверное, ведут все-таки вагонетку. Ага. Макак тут бегает. Макак пытается от нас скрыться. Ну ладно, я думаю, наши разберутся с макакой. Ой, макак ультует. Это было плохо. Это было не... Ух, месть! Это месть! Это месть! Это не тактическая ошибка, это была месть. За мою прошлую смерть. Вот этого... Ух, да. Очень хорошо отработал Райнхард. Щитом закрыл своих. Ну вот, в общем-то, ультовать... В морду Райнхарда лучше не стоит, друзья. Это была классическая ошибка. Моя лично. Мне просто очень захотелось ультануть. Я бездержалась, извините. Ну что ж такое. Меня заклеймил буддист. А мы пытаемся... Мы пытаемся зайти за спину и пробить танка. Это хорошо, собрать все хилочки. По-моему, это мультовал свин или мета, кажется? А, это был наш свин. Неплохо. Активно пользуемся тпшками и снова снимаем фару. Вы посмотрите-ка, как неплохо жнец против фары. Вроде как... Ну, у него средняя дистанция, средняя и ближняя дистанция. Он лучше всего себя ведет на средняя и ближняя фара. Она обычно высоко и далеко. Но это странно, что жнец так неплохо против фары. Себя чувствует. Угу. У нас пытается выехать Фрайнхард, но мы уже это продумываем. Опять здесь фара бегает. Опять фара... Да, летает. Надо, в общем, дожидаться пока фара... У фара будет откат скилла. И в этот момент ее аккуратненько подлавливать. Но тут слишком много врагов. Лучше выжить. Лучше вы... Нет, мы не выжили, к сожалению. А вы этих еще и слейтесь со сферой. Ну, у нас 27 убийств. Мы серебром. И на втором месте по количеству убийств. Как ни странно. Вроде бы. Вроде бы играем. Ну, я обычно, бывает, играю гораздо лучше. Сейчас что-то совсем расслабилось. И при этом на втором месте. Нормально. 27 убийств. Это немало. О! А кого ты тут нашла? А я тут нашла. Хитрюшечку. Он сейчас будет хилиться, я знаю. Нет, он почему-то не хил... А куда ты делся? Эй, мы тут в прятки играем. Ах, вот тут... Заныкался. Вы это видели? На картанах сидел. Сидел и хилился. Но нет, ему это не помогло. Мы его успели снести. Что ж. Вот они враги. А вот они мы. Давайте пытаться. Телеп ТПшнуса. Как-нибудь аккуратненько. Аккуратненько ТПшнуса. И разложить всех. Но, к сожалению, солдат нам отомстил. Он ракеты нам в лицо пустил. Я уже говорю стихами. А почему меня не резнили? Вначале-то как, а? Видимо, рез был далеко. Точнее, ангел был от меня далеко. И доменерис не достал. Но у нас зато есть снова ульта. Очередная ульта, которую мы в очередной раз спустим. Ни на что, скорее всего. Ну, давайте пытаться. У них опять слезаетесь со сферы. Вот буддист это, конечно, дико опасная тварь. Ну что ж, пытаемся. Ульту заюзать мы двоих сносим. Это ух, это неплохо. По сравнению с предыдущими нашими попытками ультануть. Вполне неплохо это вышло. Но, к сожалению, они уже на точке. Так что надо всех выносить. Выносить как только можно и нельзя. И мы в ударе. И мы просто всех разложили и держим точку. И нас пытается фара просадить. Но, я думаю, мы ее сложим. И она нас тоже сложила. Тем не менее, довольно неплохо. Отыграли и не дали. Да, и у нас победа. Благодаря, конечно же, мне. Потому что мы не дали. Довести вагонетку до конца. Если бы они ее довели. То, скорее всего, у нас была бы ничья. И тогда пришлось бы второй раунд. Отыгрывать. Вот тут, видите, у нас довольно равные команды получились. И они неплохо играли. И мы неплохо играли. И здесь, по крайней мере, было интересно. Не так, что я захожу в рентинг. И нас просто размазывают. Как яичницу по сковородке. Здесь довольно неплохо у нас все получилось. И мы наконец-то, наконец-то победили в рейтинге. О, да, детка. Это победа в рейтинге. Что ж, у нас 34 убийства. Серебро на втором месте по убийству. И убийство у объекта. Получаем контейнер еще за это все дело. Ну, не за это дело, конечно, а за аплевел. Но, тем не менее. Сколько нас сразу подарков? И вот, квалификационные матчи. Одна победа. Плюс одно очко. И вроде как нужно там кучу-кучу очков этих набрать. И можно купить золотое оружие. Вау! Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.